итак прадед прощанский коньячный завод я вообще не любитель делать обзоры на вот такие милиписьки но это прощанский завод извините я не готов пока что покупать пол литра но было очень много просьб снять именно вот этого прадеда попробовать его и будучи в фирменном фанагорей который закрывался на реконструкцию как они сейчас все хором делают я приобрел вот эту малявку за 150 рублей думаю ну попробую елки-палки 05 в океи стоит по 900 что такое если ты хочешь напомнить человек который не особо вникал в коньяки да что такой прощанский конечный завод на сказать что ну ты же видел сабли стеклянные с коньяком члены стеклянные с коньяком гипсовых свиней с коньяком гипсовые кареты и драконы с коньяком это они и зная все это и глядя на эту бутылку я просто умиляюсь я просто рад я как художник просто очень рад этой красивой лаконичной простой бутылки поразительно возможно когда разрабатывали эту бутылку тот художник который делает стеклянные члены гипсовых свиней и прочее был на больничном или в отпуске хрена его знает может его просто связали там и заперли в чулане на какое-то время и пришел куда другой художник и разработал вот это там не только художник там еще должен быть гражданин ответственная за все это безобразие наверняка не с художником вместе поехали в романтическое путешествие да скорее всего в свадебное вместе со стеклянным членом и так красивая не повоюсь того слова красивая бутылочка красивая этикеточка страница из кого-то фолианта старого в глаза бросается что тут очень большой текст мелко написанный ну видимо из-за размеров но вот я вижу что тут блин чуть ли не в каждой строке есть слово армения прям аж интересно что что такое написано такие вот сиротливые пробивающиеся сквозь текст буквы иксо то есть как бы иксо но мы же все понимаем что по французским меркам восемь лет это не иксо вот такие вот ну как бы иксо скромный легкий намек до армениан коньяк 8 years old produced in армении прощан бренди factory 40 процентов от объема алкоголь настоящий коньяк произведен по классической технологии путем купажирования коньячных дистиллятов наименьший срок выдержки которых 8 лет выдержан в особых бочках из черного карабахского дуба состав коньячные дистилляты выдержаны не менее восьми лет вода подготовленная сахарный сироп пищевая добавка краситель сахарный колер простой все открываем провернулась уже радует прощанский коньячный завод давай ножик говорят коньяк очень хороший он должен быть в стеклянной бутылке в виде деда или гипсовой бутылки в виде деда мороза хочу заметить что бутылка фирменная на донышке написано пкз то бишь прощанский коньячный завод крышечка испорчена получается его нельзя как отливантик да наливаем я должен дышать 8 минут но понюхаем сразу ну какими-то досками ну да ладно пусть постоит восемь минут чем займемся мне кажется прямо у доски наслаждаемся новой кухней ну туда смотрим сюда ой тут еще не доделан я буду смотреть туда там доделан пока можно обсудить цвет плане сахарного колера его не пожалели цвет насыщенный цвет такого хорошо заваренного черного чая блестящий красивый симпатичный кому есть такая вот легкая водочка такая вот есть но не сильно на чуть-чуть есть не знаю есть нет есть какой-то абрикос даже вылез и так аромат сладкий изначально был спирт причем даже такая типа не сильно очень слегка даже что-то вроде водки укол в жопу но довольно быстро ушел абрикос ну такая курага и изюм причем такие вот дешевые курага и изюм знаете такие заватланные вот такие вот что-то такое в принципе и укол в жопу он где-то рядом все равно есть ну и доска просто доска не совсем свежая видавшая виды такая уже состаренная но неблагородная это абсолютно не дотягивает до того же седьмого айка до всех отечественных кавешек дербент например лесгинка на мой взгляд это все интереснее чем вот этот продед но в принципе нормально не картвели какой-то эконом вариант вот когда того же айка потребляешь нюхаешь то ощущение такой вот дорогой кураги мягкой такой сочной ароматной вкусной а тут такой вот заватланной какой-то самый-самый дешевый вроде бы она же но не она пробуем и тут мы встречаемся с тем что обычно покоряет всех в прошанском заводе он довольно мягкий сладкий но вкус опять какой-то вот этот вот то ли орех то ли резина который был в армянской крепости армянская крепость в магните стоит восьмилетка тоже изюм и есть ваниль но она на нас на и да вот я только это хотел сказать как будто бы насыпали ванилина вот ну как бы ни о чем вот но честно ни о чем я сразу прошу прощения у всех поклонников прощенского завода но не мое это не знаю я не понимаю то есть это можно пить это не какая-то гадость которая хочется выплюнуть но удовольствие от этого я не получаю страдаешь ради других да не сказать что страдаю ну как-то вот и ну банально сейчас хочется закусить его вот когда пьешь айк 7 его не хочется закусить когда пьешь дербент лесгинку анриковы их не хочется закусить а вот это хочется закусить потому что вот какой-то опять-таки где-то вот этот укол в жопу он где-то рядом вот ходит и во вкусе он где-то рядом ходим какая-то вот такая водка вот она присутствует вспоминаются виски купажированы когда вот вроде бы вот виски вроде бы вот вкус да но вот водочная тема и тут что-то такое есть мягко сладко не вкусно съедобно подкорить мясо заточить вполне можно но на мой взгляд 900 рублей за пол-литра под мясо заточить это как бы не совсем-то за под мясо заточить можно что-нибудь за мрц купить и заточить мне не понравилось да мне тоже не понравилось я даже допивать не буду у меня тоже вот капелька такая осталась знаешь я вот сидел и думал махнуть и и поставил так я этого праведа убила только что да он укатился у меня стоял никого не трогал укатился за стола упал укатился а чем ты его сбила нечаянно ну вертикай же специально мне не понравилось вы про него хотели еще что-нибудь снимать? не хотели вот 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 вам минусы капельная шкула прадеды рухаются сразу на горку Продолжение следует...